В Национальном музее страны состоялось открытие выставки по великому шелковому пути культурное наследие Шэньси. Подлинные работы одного из величайших живописцев конца 19 века выставлены в Алматы. Подробности в сюжете. Алтыная Асылмуратова и балетная труппа театра «Астана-Опера» продолжают знакомить столичного зрителя с хореографией Ролана Петти. В Алматы прошел Spirit of Tengri целых два дня, наполненных этнической музыкой. О том, как это было, смотрите в сюжете. Целью выставки «Культурное наследие Шэньси» направлена на ознакомление казахстанцев с интересной историей этой провинции, которая считается отправной точкой великого шелкового пути, а также оплотом развития великой китайской цивилизации. Председатель Китая Си Цзиньпинь не раз отмечал «Если хочешь увидеть Древний Китай, посети Сиянь». Шэньси являлась столицей известных китайских династий Джоу, Чинь, Хань и Тан. По сей день эта провинция не потеряла своей ценности, являясь политическим, экономическим и культурным центром, успешно демонстрирующим экономическое развитие и культурную открытость Китайской Народной Республики. Всегда такие культурные выставки, такой культурный обмен – это прежде всего взаимообогащение, взаимопонимание, это сотрудничество в культурных сферах, это необходимые условия такого вот соседского, дружеского существования разных культур. Богатое культурное наследие Шэньси на этот раз представляли 130 стендов, на которых были размещены фотографии, а также текст с пояснениями к ним. Правда, на китайском языке. Впрочем, пытаться разгадать тайну череды иероглифов не было нужды. Изображения изумительной природы, древних артефактов и старинных зданий говорили сами за себя. Я горжусь. Ну, просто это мой родной город. И я всегда, ну, много спрашивали, что откуда вы, именно какой город. Ну, мы часто говорим, это начальный город Шокова-Буци. Есть много картин, но это не полностью, это не полностью. Просто Сиэн – это исторический город в Китае. Также в официальной части выставки представителями Национального музея страны и ряда китайских культурных организаций был подписан протокол о намерениях. А это означает, что теперь ценные экспонаты Поднебесной станут более доступными для казахстанцев. В нашем музее будет представлена выставка терракотовой армии императора Цин Шихуанди. И это, мне кажется, все мы наслышаны о воинах терракотовой армии. Впрочем, вскоре и у граждан Китая появится возможность ознакомиться с историей нашей страны и ее культурным разнообразием. Для этого Национальный музей страны уже подготовил ряд вывозных выставок, которые будут презентованы в ближайшее время. Более высокие фотографии, свидетельствующие об уникальности провинции Шэньси, пробудут в Казахстане еще две недели. За это время, как ожидают организаторы, выставку смогут посетить несколько тысяч человек. Бахат Галимала, программа Кульпоход, Астана. В музее имени Аблхана Костеева вот уже 80 лет хранятся подлинные работы одного из величайших живописцев конца 19-го, начала 20-го века – Архипа Куинджи. Теперь полюбоваться на эти этюды могут все желающие. Это Культпоход. Здравствуйте. Архип Куинджи был одним из самых ярких учеников Айвазовского, признанным мастером пейзажа, основателем фонда своего имени, созданного для помощи молодым художникам, а также меценатам и благотворителям. В нашем музее находится 12 этюдов этого замечательного русского художника. И вот эту фразу «12 этюдов» можно произнести с разными интонациями. Ну, всего 12 этюдов. Но мы предпочитаем более оптимистичное звучание. В нашем музее 12 этюдов Архипа Куинджи. Удивительная точность детализации и неповторимая игра света и тени, которой Куинджи так выделялся, делают его работы одновременно и реалистичными, и потусторонними. Небольшие по размеру этюды хочется созерцать часами, вглядываясь в детали и каждый раз находя новые. Это один из наиболее загадочных и таинственных художников в русском искусстве. Почему? Его первые работы прозвучали очень ярко и произвели огромное впечатление на публику. Он буквально купался в лучах славы, но в 40-летнем возрасте вдруг он ушел со сцены, как говорится, и перестал выставлять свои произведения. И только после его смерти стало известно, что все это время он создавал многочисленные этюды. Их насчитывалось более 500. Выставка, составленная из этюдов Архипа Куинджи и работ его учеников, среди которых Александр Рылов, Николай Рерих и другие, продлится в музее имени Аблахана Костеева до конца июня. И любители живописи, несомненно, оценят экспозицию по достоинству. Помните, что красота всегда где-то рядом, и насколько красиво, интересно и культурно сложится ваш досуг, решайте только вы сами. Ну а мы, как всегда, вам в этом поможем. Алифтина Мадьярова, культпоход Алматы. В столичном театре «Астана-опера» сегодня состоится две премьеры в хореографии Ролана Петти в концертной программе «Галабалета». Это Падеде из балета «Кармен» на музыку Жоржа Безе. Главной партией исполняет Гаухар Усина и Рустем Сибеков. А также Леда и Лебедь на музыку Баха. Анастасия Заклинская и Женебек Ахмедеев. Для того, чтобы перенести хореографию этих номеров, в театр был приглашен итальянский балетмейстер Луиджи Банино, ассистировавший маэстро более 25 лет. В прошлом он и Алдыная Асламуратова танцевали у Ролана Петти и сами исполняли ведущие партии. Для молодого коллектива работа с профессионалами такого высокого класса – возможность перенять колоссальный опыт. Тем более, что Петти – фигура одиозная и легендарная в балетном мире. У него очень много очень красивых дуэтов разных. Но вот это самые такие известные, что обычно всегда берут на гала звезды. Мы рискнули на себя тоже это примерить. «Кармен» – самый востребованный балет Петти в мировой практике. Дуэт «Кармен» Дон Хосе был исполнен выдающимися танцовщиками столетия. Но первыми в списке значатся имена самого Петти и его супруги и музы Зизи Жан-Мэр, для которой и был поставлен балет. Моя партия Дона Хосе – это очень она такая эмоциональная и в то же время сдержанная. Потому что здесь нельзя перейти грань. Нужно строго придерживаться именно сдержанности внутреннего состояния. Другой премьерой этого вечера стала не менее сложная хореографическая постановка «Леда и лебедь». Главную женскую партию исполнила приглашенная солистка Анастасия Заклинская. Этот номер также входил в балет «Моя Павлова», как и дуэт «Таис», который также был представлен в галоконцерте Мадиной Базбаевой и Жандосом Аубакировым. Увидеть такие постановки, как «Таис» и «Леда и лебедь», возможно только в лучших мировых театрах. Поэтому большая удача для жителей и гостей города Астаны, что госпожа Асламуратова подбирает именно такой репертуар для своей балетной труппы. Айнара Вайгрунова, Астана, Культпоход. Четвертый фестиваль современной этнической музыки Spirit of Tengri стартовал в Алматы. Гостей и жителей Южной столицы впереди ждет два дня этнической музыки, веселья и единства. Это Культпоход. Здравствуйте! Каждый год организаторы The Spirit of Tengri прилагают усилия для того, чтобы познакомить жителей и гостей нашей страны с наследием народа в Великой Степи и национальной этнической музыкой в современном звучании со всех уголков планеты. За несколько лет проведения фестиваля современной этнической музыки на сцену вышли музыканты из 30 стран и регионов мира. Мы в очередной раз, уже четвертый год проводим наш фестиваль. И я думаю, что это очень важно и для нас, и для тех зрителей, которые сюда приходят. В этом году мы подготовили специальный фильм, который рассказывает о исторических местах, археологических наводках, каких-то уникальных действительно археологических точках, которые находятся в Алмате, близ Алматы. На фестиваль съехались музыканты с трех континентов. Здесь выступали венгры и турки, монголы и казахи, эстонцы и грузины. Публика на праздник собирается разномастная, и ее с каждым годом все больше. Потому что это, прежде всего, развитие культуры. Алматы всегда славилась как культурная столица Казахстана. Поэтому, я думаю, это отличное начинание. И пусть продолжается, пусть народ радуется и развивается. Это то место, где объединяются абсолютно разные люди. Это то, где люди забывают о нациях, религиях, о политике. То, где все грани стираются. Люди просто оставляют свое первобытное, первозданное состояние. Одним из хедлайнеров фестиваля, как и в прошлом году, стала башкирская группа «Аргамак». Самое, что интересно и хорошее, то, что люди разных национальностей представляют в одном месте свою музыку. Это очень здорово. Люди знакомятся с творчеством других народов. Знакомятся, обмениваются опытом, хорошим музыкостроением. За четыре года своего существования фестиваль Spirit of Tengri стал по-настоящему народным и любимым. Люди приходят отдыхать сюда семьями, а это, согласитесь, самая искренняя реакция. Анастасия Миденцева, Культпоход, Алматы. Анастасия Миденцева, Культпоход.